Надо заснять это произведение искусства. Лестница, которая ведет на второй этаж, выполнена, как и полагается, из ценных пород деревьев. И дядя Слава, мебельщик, краснодеревщик, пошел удивляться на второй этаж дальше. И для мебеля будут явно барского. Использование, но выполнено мозолистыми руками древних мастеров. Это у нас по зимним условиям недействующий фонтанчик. А там у нас амбар каменный. И сделан тоже выдающимися мастерами. А сейчас мы на втором этаже поместья. Ага, Слава! Сейчас мы вас будем поражать. Вот наш комодик. Который, если открыть, там будут салфетки. Неделю назад, по крайней мере, там так было. Слава, комодик-то не имеется салфетки, но там есть туалетно-бумага и свечки запасные. Слава, это орех или нет? Нет, это не орех. Что, дуб? Нет, это не орех. Но шпон. Ну, это не орех. Ну, красное дерево. Ну. Похоже, да? Это старейся. Как вам? А предназначение вот этой шкатулки волшебной? Не знаю. Я думаю, что эта шкатулочка именно как произведение искусства, между прочим, из дерева. Так, как тебе, Слава, печка? И вот, иди-ка сюда, дорогой. Как тебе вот этот секретарчик явно из неплохого красного дерева? Иди-ка сюда. Слава, а как тебе полировка и часики? Слава, как секретарь? Слава, а печка? Выложена так, что туда дрова-то нескромно ложить в такую печку. Хочется, чтобы она отапливалась только, знаешь, инфракрасными луфями. Итак, в поместье есть место, где можно почитать книги и посидеть вот за такими полосатенькими стульчиками. И вот, кстати, интересный, посмотри, какой, Вячеслав Саныч. Под картиной какой держатель картины. Это же целое произведение искусства. Согласен? А теперь мы заходим сюда и поражаемся дальше. А ну-ка, иди-ка сюда, Слава. Только возьми с собой валерьяночку, пожалуйста. Иди сюда, смотри. Этих животных всех преобразил из живых, к сожалению, вот в такие симпатичные мумии. Хозяин этого всего заведения, который делал здесь реставрацию с 2003 по 2008 год. Вот Африка, Слава, Африка. Вот такие животные бегали и убегали, но не убежали. Пишущая машинка очередная. Посмотри, их тут две разных. Одна из них «Континенталь», между прочим. На буржуйском языке, по-моему. Лампа Аладдина, он отражается, отражается сейчас. Ну, как ты думаешь, твои фирмы могли делать такую мебель? Ну, слушай, сделали бы, было бы. А как тебе вот эти вот гардины? Посмотри-ка. Просто шедевральные гардинки. Ну, вот в эту субботу мы тебя сюда привезли. А ведь в прошлую субботу еще ты мог вот такое наблюдать. И опять же дверцы, посмотри-ка. Приятное исполнение матовым, непокрытым лаком шпоном. Как ты говоришь, не покрытым матом, но шпоном. Матом, да, и лаком. Вот такие здесь мебеля. Люди современным взглядом на жизнь мебелировали эти комнаты. Слава, в танцзал прошу. Тут, между прочим, паркет интересный. Слава, заходи, дорогой. Здесь могли происходить балы, плестись интриги и расходиться какие-нибудь сплетни высших слоев общества местного. а вот и дверца, которая ведет к тайне Буратино. О, кстати, столик, посмотри, какой. Это динамики. Ну, это динамики. Это здесь надо концерты какое-то происходить. Концерт, танцы, прием иностранных гостей. Так, я выключаю здесь свет. Слава, ты посмотри, что вот это такое. Это в индусском стиле. В каком индусском, что ты бредишь. Ну, а в каком? Не в индийском это стиле сделано? По-моему, в индийском. Не в каком индийском, это конец 19-го века. И в гимн-стиле. Слава, ты посмотри, какой сундучок. Сундучок никогда не видел. Прикрой, пожалуйста, дверца. Индийский этот? Нет, он заучок. Да не индийский. Да не индийский. Да не индийский. Он ничего не знает. Это на юген-стиле. Вон, все европа. Ну, смотрится как будто индусское. Это так краска. Мэбл. Давайте ее прикроем. Так, у меня вопрос такой. Прикрыть надо. Как это делается? Вот это вот все. Это, это нанесено краской, краской по по дереву. Да, это золотая краска, теперь все было. Это на пырениках. Тасенька. Тасечка, как тебе? Маленькое поместье. На дворец тянет? А как вам вот этот вот для пожертвований столик? Это стильная мебель. Ты уже никогда не видел. Ну, же можно. Ну, я много чего видел, но для поместья здесь собрана мебель очень шикарная. Какие-нибудь кумушки в париках припудренных. Нет, это кожа париков. Первое, что сказал Вячеслав Александрович Романовский, когда зашел в эту комнату, он сказал, ох ты, какие мебелюшки. А как тебе столик под зеркалом? Слава. Вот, казалось бы, чтобы не остаться такому же отношению к вещам, как в эти века, когда все это делали. Слава, а как тебе вот эта печечка кремовая? Практически цвет крем-броле. А, вот эта вот. Тут покрыта, правда, стеклом столешница, но вид, конечно, впечатляющий. Я, наверное, когда буду смотреть вот эти вот видеозаписи, я буду стыдиться того, что я тут много болтаю. Но, действительно, глядя на такие вещи, немому оставаться очень сложно. А какие золотистые обои, а, Слава? А вот помещик выходит утром в трусах вот в этот зал, почешется об угол вот этой двери и говорит, мне, пожалуйста, кофе с молоком. Вот с такого ракурса я еще этот шкафик секретарь через тире еще не снимал. Ай, проклятое буржуинство, как при нем было красиво жить. Их ведь не запретишь. Слава, помаши дядя ручкой. Спасибо. А вот, собственно, и чудненький, нет, чудный, сундучок на раз, два, три, четыре, пять, на десять шуфлядок и золотистого цвета весы. Слава, обрати внимание на эти весы, пожалуйста. Слава, весы не сфотографировал. Иди сюда, увидишь, какие весы. Вон там, на сундучке. О, весы. Меры весов. Меры весов, там хорошо. У меня уже начинается вещь под названием батареечка намекает на финал. Кстати, вот это неплохая картина, потому что она непростая и загадочная. А как вам вот эта, между прочим, неплохая симпатичная люстра? Ну?